За окошком пасмурно и угрюмо. А у меня вот такой релакс. Посмотрите, какая красота! Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Наливайте себе чашечку кофе, у меня уже стоит, стынет. Сегодняшнее видео, надеюсь, будет интересным. Потому что я решила поделиться с вами вот этой красотой. Мы с вами уже связали эту прекрасную снежинку. И сегодня, в преддвериях Нового года, время летит очень-очень быстро. И нужно, конечно же, подготовиться. И мне пришла новая идея. Идея просто великолепная. Посмотрите на эту прелесть. Вот она, наша снежиночка. Я очень благодарна вашим отзывам. Их было немного. Но некоторые из вас связали уже эту красоту. Сегодня я предложу вам мастер-класс. Во-первых, обзорный мастер-класс. Как сделать вот такую салфеточку. Это, можно сказать, салфетка под горячее. Под ту же чашечку кофе. Если вот так вот мы поставим. Я сразу не поставила, чтобы не портить антураж. Посмотрите, какая прелесть. Как же красиво. Можно такую салфетку сделать побольше, поменьше. Ну, то есть, все зависит от вашего желания. И что вы хотите в итоге получить. Посмотрите, какая прелесть. Эта салфетка вяжется из рафии. Я вязала из рафии фибра-натура. Кто со мной давно на канале. Те видели уже мои шляпы. И последняя работа. Это был пояс, который мы с вами вязали из рафии. И вот у меня осталось совсем немножко отмоточка. И вчера пришла такая идея. Девочки, я бросила все. Посмотрите, какая красота. Ведь это может быть не только салфетка под горячий. Или просто салфетка для тарелки, для чашки. Это готовое елочное украшение. Опять же, универсальность. Все вы знаете, как я люблю трансформеры и универсальные вещи. Это опять очередная вот такая красота. Вяжется. Значит, салфетку мы с вами уже связали. Вы знаете, как ее вязать. А вот эта прихватка... Ну, не прихватка, а салфетка из рафии. Кстати, может даже и быть и прихваткой служить. Вот только сейчас пришла такая идея. А почему нет? Если взять, допустим, рафию другого цвета, ну, чтобы не слишком маркая была, и можно связать даже прихватку. Почему нет? Ну, я пока буду называть это салфеткой. Значит, смотрите, здесь просто вяжется шестиугольник. Уж как вязать шестиугольник, думаю, все знают. Ну, а если не знают, наберите в интернете и найдете. Я как бы не хочу тратить свое время, чтобы показывать, как вяжется шестиугольник. Ну, а дальше все очень просто. Делаем воздушные петли, как мы вязали вот в салфеточке. Видите, элементик вот этот совпадает с этим. То есть все гармонирует. Несколько петель, еще несколько петель, еще. И дальше просто соединительные столбики. Можно провязать, конечно, те же столбики без накида. Но я вот здесь вот прошлась просто соединительными столбиками. Глухая петля или тамбурный шов. Это так называется. Ну, а потом просто пришила ниточками вот эту уже связанную готовую салфетку. И у меня получилась вот такая красота. Очень красиво. Это может быть как идеей для вашего украшения стола. И думаю, что это хорошая идея для подарка. Ведь не важно, сколько стоит подарок. Самое главное, внимание и та энергетика, та теплота, тот положительный заряд, который вы вкладываете в изготовление вот такого подарка своими руками. Это вообще никак нельзя оценить. Это бесценно. Вот вторая салфетка. Я здесь вот даже не пришила. Вот она, это наша снежиночка. И вот вязаная салфетка. Можем пришить. И вот получается такая прелесть. Прелестная. Я еще вам хочу показать одну идейку. Это вот салфетка красного цвета. Ну, мне почему-то захотелось нежности. И я сделала вот прихватки вот такие бежевые. Чуть-чуть отличающие. Ну, то есть белый цвет и такой нежно-нежно-кремово-молочный. Но можно украсить эту салфетку. Посмотрите, еще одна идея. Можно сделать двусторонней. То есть с одной стороны у вас будет вот такая салфеточка в пастельных тонах. А с другой стороны мы пришиваем другую снежинку, уже красного цвета. И получается совершенно другая яркая салфетка. Салфетка под горячее. И вот я думала, что будет как бы нарушаться устойчивость. Но ничего подобного. Вот я сейчас перевернула эту салфеточку, где она пришита. И вот она очень хорошо лежит. Сейчас вот даже поставлю чашку кофе. И вы убедитесь, что ничего нигде не мешает. То есть все нормально и устойчиво. Устойчиво, спокойно можно пришить сюда вот эту красную салфетку. И тогда это все можно применять так, как хотите. Хотите красной стороной, хотите бежевой. Но это еще не все. Когда я связала вот эти салфетки из рафии. Кстати, запомните. Рафия Фибра Натура. Это турецкая ниточка. Была предоставлена мне миром вышивки. Там есть 10% скидка для вас. Под каждым видео есть информация об этом. Я вам ее рекомендую. В сравнении с итальянской только отличается цена. Это намного дешевле. По-моему, в три раза. Но качество одно и то же. И спокойно отпаривайте. Вот эти вот салфеточки все отглажены утюгом с паром на двойке. Не бойтесь. Натуральная рафия не боится глажки и пара. Это уже проверено. Я уже говорила об этом. Так что спокойно гладьте. И не бойтесь, что она испортится. Все потом столбики разглаживаются. И получается очень-очень красиво. Теперь, что хочу сказать по вот этой снежинке. Видите, она больше по размерам. Здесь то же самое. Вот просто все то же самое. Как в мастер-классе я показывала. Единственное, вот эти... Сейчас возьму крючочек здесь у меня. Я увеличила столбики. Здесь был столбик с накидом, с двумя накидами. Здесь было три воздушных петли, арочки. Теперь четыре стало. Вот этот элементик, вот этот, тоже на основе столбиков с двумя накидами. То есть, все увеличиваем на... Увеличиваем размер столбика и получаем снежинку размером больше. Вот эта снежиночка, она размером поменьше. Так что все легко увеличить, вот за счет увеличения столбиков. Ну и здесь тоже несколько петель вот в этих веточек добавлены. Добавлены петли вот в этом колечке. И, в принципе, тот же самый принцип, ничего не изменилось. Просто я поменяла высоту столбиков. И снежинка увеличилась в несколько раз. Ну, не в несколько раз, но, так скажем, стало больше. И это видно, если вы захотите вот такие связать салфеточки разного размера. Я еще буду заказывать эту ниточку от Фибра Натура Арафия. И хочу связать вот таких салфеток побольше. Я хотела сейчас перейдем к скатерти. И сегодня в этом видео я еще покажу вам вот эту красивую кайму. Кстати, о скатерти. Спонсором этой скатерти является великолепная торговая площадка Т-Декор. Т-Декор я вас обожаю. Это льняное полотенце было положено мне в посылку чисто в подарок. И оно шло с той скатертью, которую я хотела обвязать. Я не знаю, каким образом сотрудники Т-Декора, когда собирали эту мою посылочку, положили вот это полотенце в подарок. Мои хорошие, я вас обожаю. Потому что скатерть оказалась самодостаточной, и там, ну, как бы не нужно ее обвязывать. А вот это полотенце из чистого дна я решила немножко преобразовать. Замечательная площадка, сейчас мне скажут, вот опять реклама. Девочки, я еще хочу вам сказать. Я не рекламирую просто так и ради рекламы. Я рекламирую то, что мне нравится. То, что можно купить гораздо дешевле, и то, чем я пользуюсь сама. Вы, конечно, можете делать свои выводы, но я вам рекомендую эту торговую площадку. И вот такое полотенце, чисто белое, я решила немножко украсить. И посмотрите, оно превратилось просто в сказочное и очень волшебное. Это полотенце можно использовать и как полотенце, но мне не хотелось бы этого. Очень красивая такая получилась узкая скатерка. И эту узкую скатерку можно класть даже поверх основной скатерти. Если вот праздничный стол гораздо больше, то, чтобы, ну, во-первых, не пачкать скатерть от всяких пятен, можно сверху положить вот эту узкую, узкую теперь, ну, узкая не полотенце, а теперь уже узкую скатерть. Потому что теперь, как выглядит это полотенце, это полотенцем, конечно же, назвать нельзя. Это красивая и очень нарядная скатерть. Вчера я перерыла весь интернет, искала кайму к этому полотенцу и не нашла. Девочки, вы не представляете, сколько вариантов я попробовала и ничего мне не понравилось. А потом я села и сказала себе, если не можешь найти, придумай сама. Мои хорошие, вот в простоте, наверное, и красота. Во-первых, все гармонирует. Вот этот элемент присутствует, как вы видите, и в салфетке из рафи, и в самой снежинке. И мне не хотелось какой-то навороченности, что ли. Мне хотелось воздушности, простоты, чтобы это сделать очень быстро. И, как бы, это было для начинающих. Здесь ничего сложного нет. Те, кто хочет научиться вязать вот такую обвязку, вы можете создать красивую скатерть. Можно обвязать носовые платочки. Да то же самое полотенце. Кто любит домашний уют, и чтобы было все красиво, оставайтесь, я покажу вам, как я это делала. И сначала было желание на эту скатерку пришить вот эти снежинки. А сейчас я поняла, что это делать не нужно. Я просто обвяжу по всему периметру вот такой вот обвязочкой. И куплю еще рафи, сделаю вот такие красивейшие салфеточки под горячее, под чашку. И это будет опять универсальность. То есть наступил праздник, достали эту скатерть, положили вот эти салфеточки на нее по всей скатерке. И получили красивый интерьер в своем доме. И наслаждаемся тем, что мы сделали, создали своими руками. Мне вот нравится вот эта вот снежиночка красная. Ну вот как-то хочется больше спокойности. Кому нравится вот такой контраст, конечно же новогодняя скатерть предполагает красный цвет. Вы можете создать, конечно же, свою скатерть. Я специально связала эту снежинку в красном цвете, чтобы показать вам, что и вот так тоже смотрится очень-очень красиво. Ну вот, мои хорошие. Так, немножечко показала вам. Посмотрите, как красиво горят свечи. Ведь мы сами делаем себе настроение. Вот, несмотря на то, что на улице вот такая, казалось бы, пасмурная, унылая погода. Вот такое серое-серое небо. Посмотрите, какое настроение здесь, в нашем доме. Я желаю вам фантазии. Я желаю вам хорошего настроения. И те, кто заинтересован, и кто хочет научиться вязать вот эту красивую кайму, оставайтесь. И мы с вами приступим. Итак, мои хорошие. Здесь я использовала в обвязке вот такую ниточку. Это Мадам Трикот Макси. К сожалению, я не скажу вам сейчас цвет. Конечно же, давно уже нет у меня этикетки. Вы можете использовать любую другую хлопковую ниточку, но я вам советую, чтобы она была не слишком толстой. Вот если снежинку я вязала более толстой ниточкой, кстати, я пробовала вот этой тонкой вязать. Мне не понравилось, как выглядит снежинка. Это просто как совет. Попробуйте и решите, что вам лучше, что вам подходит. Вот таких точных правил вязания в творчестве, конечно же, нет. Ну, а для обвязки я использую более тонкую ниточку. И смотрите, здесь просто я прошлась крючком, вот так втыкая, ну, это понятно. Воткнули, вытащили, 4 воздушные петли. Воткнули, вытащили, 4 воздушные петли. Это был первый ряд обвязки, когда я втыкала крючок прям в полотно. Ничего сложного нет. Да, здесь крючок был полтора. Второй ряд я связала, это просто сеточка. То есть сделали 4 воздушные петли, нет, 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли, столбик с одним накидом. Вот в этот, можно сказать, столбик, если это так можно назвать. Опять 4 воздушные петли, столбик с одним накидом в следующий. И получилась вот такая сеточка. Конечно же, я не буду вам это показывать. Что здесь показывать? Все, я думаю, понятно. 3 воздушки, 4 еще воздушные петли, это первый квадратик, столбик с одним накидом. 4 воздушки, столбик с одним накидом. Все, думаю, понятно. А вот теперь верхний ряд, он очень простой. Но здесь есть одна хитрость. Как же сделать так, чтобы вот эти наши веточки, давайте назовем их веточки, вот этот элементик лежал красиво. И добавились столбики с одним накидом в наши вот эти квадратики. Давайте я сейчас вам покажу, и вы все-все поймете. Итак, для этого ряда я взяла крючок немножко поменьше. 1,25. Первые ряды я уже сказала, что я вязала крючком 1,5. Итак, раз, два, три, четыре, накид на крючок и в столбик с одним накидом в макушечку вяжем столбик с одним накидом. Так, и вот теперь вот этот элемент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь воздушек. У вас может быть ваше количество петель, в зависимости от того, какой высоты вы хотите этот элемент. И прикреп в первую петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можно здесь побольше сделать, тогда ваша макушечка будет немножко выше. Опять в первую петлю. Стараемся ухватиться вот за две полупетли. Сейчас, насколько мне удастся рассмотреть это в камеру. Вот, вот так. И провязываем глухую петлю. И хорошенько притягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опять ищем вот эту нашу первую петельку. Находим ее. За две полупетли стараемся. И притянули. Вот. И очень хорошо вот здесь затянули. Вот такая конструкция у нас получилась. Теперь, вот здесь, внимание, ныряем между вот так вот. Вот столбик наш, а вот воздушные петли. Вот между ними ныряем. Теперь хорошенько вот так придерживаем это все. И вяжем столбик без накида. Здесь хорошо нужно затянуть. Раз, два, три, четыре воздушные петли. Накид на крючок. И в наш столбик с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. Дальше вяжем вот этот элемент. Делаем одну воздушную петлю. Накид на крючок. Под арочку вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид. Под арочку столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид. И вот в этот столбик с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. вот мы связали вот такой незатейливый элемент но как красиво он смотрится так теперь 1 2 3 4 накид на крючок эта клеточка у нас я ее называю пустой над этой пустой клеточкой мы будем опять вязать наш вот этот элемент и вот чередуется то есть элемент две пустые клеточки и заполненная клеточка ну давайте еще раз раз два три 4 5 6 7 в первую петлю за 2 полупетли за 2 ухватилась не вижу вот за две полупетли хватаемся и притягиваем хорошенько здесь придерживаем пальчиком вяжем следующие 7 воздушек 3 4 5 6 7 опять ищем нашу вот эту первую петельку в нее входим и притягиваем глухой петлей 1 2 3 4 5 6 7 опять ищем вот эту петлю и притягиваем глухой петлей а теперь вот сюда столбик и наши воздушные петли вот между ними перетягиваемся столбиком без накида и здесь хорошенько затягиваем 1 2 3 4 накид на крючок в наш столбик вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная и два столбика с одним накидом под эту арочку между столбиками воздушная петля так воздушная и столбик сюда теперь пустая клеточка раз два три 4 воздушки накид столбик с одним накидом и вязание повторяется думаю что это понятно здесь возможен еще один ряд обвязки я не знаю буду ли я это делать но я вам расскажу о нем то есть когда мы все про вяжем потом мы можем сделать вот этот элемент который у нас снежинки то есть вот эти наши элементики мы можем обрамлять вот вот этим вот этой арочкой с пико просто как мы делали в снежинки две воздушки пико две воздушки пико ну и так далее и это будет еще один ряд обвязки но мне так нравится вот это кайма даже без этого ряда я скорее всего это делать не буду ну а вы смотрите как там у вас получится как вы захотите сейчас покажу вам как сделан уголок то есть вы мне сейчас скажете о это же нужно рассчитать по всему периметру вот эти вот квадратики девочки я ничего не рассчитывал серьезно вам говорю потому что но это муторно все это дело рассчитать конечно же вы можете рассчитать я просто делала обвязку вот на глаз вот этот первый ряд и у меня так получилось что вот на уголке то есть вот эта заполненная клеточка здесь просто одна воздушная столбик с одним накидом и на нем вот этот элемент опять воздушная и заполненная клеточка вот такой уголок у меня получился как у меня придется когда я подойду вот к этому уголку получится ли вот здесь вот ну все ли совпадет я не знаю мои хорошие буду здесь маневрировать возможно что-то здесь как-то собьется вот этот такт главное чтобы уголок получился вот таким а то что будет до уголка я думаю что я так скажем немножко по мухлюю да как как говорят немножко по косячу и в общем здесь вот подобью так чтобы подойти к этому уголку также как и здесь возможно собьется рисунок возможно нет но забивать себе голову вот тем чтобы вот это все порассчитывать я не стала никто в моей скатерти не будет присматриваться как там у меня все ли четко идет все ли вот элементы прям вот в таком вот четком геометрическом порядке для меня это не важно я вяжу и наслаждаюсь эти этой красотой ну а как будете делать вы я не знаю я не советую вам вот это все рассчитывать а вдруг у вас попадет а давайте так как бы поиграем в желание загадаем желание и скажем себе да вот если у меня совпадет все желание сбудется это по крайней мере будет интересно будет у вас такая интрига ну это мои тараканы в моей голове может быть кто-то сейчас посмеется надо мной я не боюсь выглядеть смешной я думаю что все творческие люди немножко смешные и это прекрасно ну а я буду заканчивать это видео я вас всех очень очень люблю я надеюсь что вам моя идея понравилась к празднику очень интересная идея если вам понравилась пожалуйста поставьте пальчик вверх мне будет приятно подписывайтесь много интересного все обняла и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока